Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Суть его в том, что пишет девушка, которая находится в отношениях с парнем уже почти 4 года. Свадьба должна быть в декабре. Парень военный. Она пишет, что много всего пройдено и особенно неприятного. Считая взрослые, вместе набираемся опыта. Сейчас вышло так, что месяц его уже нет, он доехал на полигон, даже больше месяца. Она говорит, что они не живут вместе, за 40 км от него. Вместе они жить пытались, но она поняла, что военные городки не для неё. И в основном отношения на расстоянии. Она пишет немножко сбившего, как мне показалось, что случилась ситуация, после которой она поняла, что нужно сместить фокус на себя и себя полюбить. Потому как она для него на втором-третьем месте, а так она не хочет, не принимает. Потому что больше ему отдает и зависит, соответственно, больше от него. За это время, вот здесь непонятно за какое именно, она всё-таки от него отвыкла, почти не думает о нём. Тем более, они мало общаются. Вернее, сказать, вообще не общаются, так как связи нет. Она поняла, что ей так лучше, нет негатива. Не плачут из-за всяких накруток, или почему не видятся и так далее. Но она стала замечать, что в стыке воспринимают его сообщение. И вот здесь очень интересный момент. По сути, со стороны парня, как я понял, особо ничего не изменилось. Ну, в том смысле, что он как вёл себя, так как изначально себя вёл, так он себя и ведёт. А вот девушка изменилась в данном случае. Почему говорю девушка, потому что вопрос задан анонимно. Она изменилась, поскольку, как бы, от него несколько отвыкла, да. Вот, почувствовала свою автономность. И, соответственно, теперь на его отношение, которое на секундочку осталось тем же самым, реагирует уже иначе. Острее чувствуют обесценивание. Острее чувствуют свою незначимость. И, конечно, то, о чем я говорю, является несколько умозрительными концепциями, потому что значимость одного человека для другого определяется всё же многими факторами. И нельзя просто говорить о том, что кто-то для кого-то должен быть на первом месте, кто-то для кого-то должен быть на втором месте. Это, что называется, такие сквозные позиции, то есть эти позиции могут меняться со временем, они не должны быть ригидными. И, соответственно, если здесь автор вопроса ведёт речь о том, чтобы где-то в идеале быть для своего партнёра, ну, не обязательно для вот этого партнёра, да, быть для своего партнёра на первом месте, то, наверное, такая позиция скорее деструктивная, чем конструктивная. Да, потому что это всё равно порождает зависимость. Вот. Так вот, значит, автор вопроса острее реагирует на некое обесценивание своего парня, вот, но ничего ему не сказала. Вот. Здесь чувствуется обида, что он говорит, что армия ему надоела, но он ничего не делает. Вот. Хотя каждый день говорит, что ему плохо. Вот. А она это не хочет слышать. Не хочет ничего говорить, потому что бессмысленно, как со стеной говорит. Девушка пишет, что хочет просто спокойно жить, проводить время под частью с человеком и общаться душевно. Он даже и дела уже не спрашивает, как у меня. Я не говорю вообще, что происходит, зачем, ему не интересно. Я не понимаю, в чём дело. Из-за чего такое может быть, что вообще делается дальше. Ну, такое может быть из-за того, в первую очередь. Я бы сказал, что здесь есть два фактора. Первый фактор косвенно упомянули вы. Это то, что вы взрослеете вместе. Дело в том, что при взрослении человек достаточно сильно меняется. Он формируется, но он и меняется. И если предположить, что, допустим, вы с парнем вместе 4 года, а свой возраст, если я ничего не пропустил, вы не указали, давайте предположим, что вам 20 лет, да, давайте предположим, что вам обоим 20 лет, может быть больше, но это сейчас не так важно, вот, давайте предположим, что вам 20 лет. А если вы начали встречаться 4 года назад, то есть, когда вам было 16, то, соответственно, в период с 16 до 20 вы изменились очень сильно. Вы изменились настолько, насколько в дальнейшей жизни вы не изменитесь. Потому что на период 16 до 20 лет приходится, как правило, основной пик перемен. Когда меняется все, меняются ценности, меняются ориентиры, меняются взгляды, может даже меняться темперамент, хотя это, конечно, более редко, да, более редко происходит, но такое тоже может быть. И, соответственно, когда люди взрослеют вместе, естественно, они не меняются в одном направлении. Они меняются в разном направлении. И очень часто бывает так, что в процессе взросления люди понимают, что они, в общем-то, стали совсем разными, что ничего общего между ними не осталось. И здесь мы плавно переходим ко второму фактору. Это как раз то, на основе чего вы выстраиваете отношения. Отношения выстраиваются на нескольких, скажем так, китах, да. Это ценности, общие ценности, это общая деятельность, это чувство к человеку, и это желание к другому человеку. Есть ли мы говорим об отношениях с точки зрения субъекта? Мы здесь не говорим с точки зрения объекта, то есть, что я хочу... Нет, наоборот, если... Да, если мы говорим с точки зрения субъекта, мы не говорим с точки зрения... Потому что по общему правилу, если я в отношениях хочу что-то для себя, и это мое желание является доминирующим, то можно вести речь о невротических отношениях, когда человек пытается в отношениях за счет другого решить какую-то свою проблему. Поэтому мы здесь говорим об отношениях и о том, на чем они выстраиваются с точки зрения субъекта. Так вот, вот эти четыре фактора, которые я назвал, по-моему четыре. И соответственно вам нужно посмотреть, а какие из этих факторов работают. Если они не работают, никакие из четырех, то нужно признать, что свадьба, которая должна состояться, актуальна для вас, возможно, с четырехлетней давности. То есть, женятся не те люди, которые сейчас, по факту, есть, а женятся те люди, которые были четыре года назад. Но их уже не существует, к сожалению. А может быть, их к счастью, их уже не существует. А новые люди, вы, ваш парень, взаимодействовать не научились. Потому что в своей голове, в своей реальностью, они по-прежнему видят образ другого четырехлетней давности. То есть, иными словами, то, что я изменился, ну вот, например, вы изменились, вы не замечаете, или не так замечаете, как, например, то, что смотря на своего партнёра, вы постоянно ждёте, что он будет таким, каким он был четыре года назад. А этого не происходит. Понимаете? То есть, здесь встаёт вопрос о том, общаются ли реальные люди, которые есть здесь и сейчас, или общаются некие, некие образы, образы из прошлого, которые, в общем-то, повторюсь, являются продуктами фантазии, некие призраки, скажем так. Дальше. Следующий момент будет касаться непосредственно вас и вашей личности, аноним. Дело в том, что все перечисленные мной факторы, все перечисленные мной нюансы не отменяют и, если и влияют, то косвенно влияют на то, что вы как-то отношения свои выстраивали на деструктивной основе такой вот зависимости, пренебрежения себя, да? И если вы говорите, что вы себя не любите, что вам нужно себя полюбить, нужно отметить фокус на себя, то это означает, что вы к себе невнимательны. То есть, просто невнимательны к тому, а что вообще со мной это происходит? Чего я хочу? Что я для этого делаю? Удобствованы ли мои базовые потребности, чтобы я могла адекватно чувствовать себя в отношениях? И вот если говорить о том, что делать лично вам, то я бы, конечно, говорил о психотерапии и о повышении уровня внимания к тому, что происходит именно с вами, повышение уровня внимания к своей жизни, да? Вот, наполнение ее. Наполнение ее качественным, скажем так, качественными переживаниями. Наполнение ее личными границами, своими приоритетами. Формированием своей позиции. Жизненной, профессиональной, социальной, если угодно. И так далее. А с парнем, пока что. Отношения можно оставить там, где они есть. И все. И честно ответить себе на вопрос. Этого ли человека вы видите своим мужем? Этого человека вы видите отцом своих детей, если вы планируете детей? И, собственно, что у вас схожего? Ну, в смысле, чтобы создать и поддерживать семью, нужно, чтобы люди стремились к чему-то одному. А если ваш парень военный, а вы говорите, что жизнь в военных городах не для вас, что это уже нюанс. Отношения на расстоянии хороши, когда есть все-таки сроки. Сроки того, когда вы встретитесь. Если таких сроков нет, то это не отношения. Это иллюзия. И дабы не возненавидеть потом человека, имеет смысл определиться все же со своими приоритетами. Но в первую очередь, дед надо выйти на вопрос о том, как я сейчас воспринимаю себя. Потому что то, как вам относится молодой человек, не было бы возможно, если бы вы его не научили так к себе относиться. Иными словами, в условные 16 лет, когда вы вступили в отношения, вы вынесли из своей семьи такую стратегию, что в отношениях на себя нужно забивать. Ну, может быть, вы хотели вырваться из своей семьи. Может быть, и просто такая стратегия. Но так или иначе, это нужно корректировать. Потому что другой человек, с которым вы будете выстраивать отношения, очень легко относиться к вам может точно дальше. Потому что вы и выбираете людей характерных. Это не просто так. Выбор человека не случайно. Здесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обратная связь позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, с чего и начнется ваша работа над собой. И так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...